Для того, чтобы официально зарегистрировать партию, нужно провести очень длительное собрание, которое намечено на 16 сентября в городе Курск. Еще помимо этого нужно 500 участников и 42 регионов России, 42 субъектах Российской Федерации. Сейчас работа ведется координационным советом, координационным центром, который находится в городе Курск. Уже более 50 координаторов по всей России уже есть, они работают, в том числе и по городу Москве. Мне поручено провести, организовать собрание в городе Москве Московской области. Формально, для того, чтобы наше собрание состоялось, нам необходимо те жители, которые живут в Москве и Московской области, написать заявление о вступлении в партию. Это раз. Второе, должен быть заполнен регистрационный лист с данными каждого участника, вернее, будущего члена партии, с его подписью. И третий, протокол. На повестке дня несколько вопросов. Первое, это выбор председателя первичной организации города Москвы. Второе, секретаря. И третье, нужно выбрать двух делегаторов, которые поедут 16 сентября официально в город Курск на учредительный собак. Значит, кто за эту повестку, прошу проголосовать. Значит, ну тогда у нас по повестке дня, значит, во-первых, нам нужно, будут еще люди, поэтому мы пока не будем торопиться, остановим съемку, дождемся всех. Раз мы все согласны участвовать, давайте уже тогда съемку можно останавливать. Снимем, да, экшен уже потом. Нет, съемку можно остановить, потом нарежем. А, ну нарежем, да. Вот, потому что у нас здесь все, все проходит реально, никто ни о ком, ни о чем не договаривался. Мы просто договорились о том, чтобы сегодня провести собрание, и вот собрались те, кто желает. Потому что здесь в основном люди все идейные, мы за идеей в первую очередь. Вот, и идеи, это те идеи, которые нам выдает Сергей Потелевич. Он говорит о свободном финансовом мире, который он хочет создать. И мы, как бы, все вместе будем помогать, стремиться к этому. Воззвание участникам нашего, скажем так, учредительного съезда. Дорогие участники учредительной конференции партийной организации Москвы. Хочу приветствовать вас на столь знаком событий для всех нас, для тех, кто не пал духом и продолжает отстаивать интересы свободных и независимых людей. Тех, для кого уже произошли кардинальные изменения в жизни. Тех, кто занимается переустройством системы ценностей. До прошедших полтора года произошло множество событий. Самое ключевое – это реструктуризация нашей системы. Ее обновление и модернизация, которое сопровождается не всегда популярными мерами. Но, тем не менее, эти меры позволят в скором времени нам заявить, что наша система и концепция жизненного устройства непохолевимы. Отпустив все долги, мы перейдем на новый этап и уровень нашего развития. И те, кто еще вчера испытывал к нам негатив, станут на нашу сторону и под наши знамена. Я считаю, что создание партии – это один из шагов и дополнительных инструментов к обретению новой формации. За все время существования система смогла выкристаллизовать и воспитать поистину идейных ответственных и совестливых руководителей. У нас нет начальников подчиненных, все мы находимся в одном строю, потому что мы – партнеры. Более того, наряду с скромным братством есть и духовное. Это говорит нам о том, что с гордостью мы можем заявлять о своем духовном союзе. Один из видных деятелей нашего движения является Андрей Ким. С момента запуска билетов в ММН в 1924 году он остается в строю преданных идей Сергея Пантелеевича людей. Безо всякого сомнения он уступил в ряду участников и руководителей ММН-2111 и достиг больших высот, несмотря на многие препятствия и трудности, которые строят завистники и кредитисты. До сих пор он остается авторитетным человеком для многих участников и руководителей. Я полагаю, что эти качества достойны руководителей партийной организации города Москвы. Моим предложением является выдвижение Андрея Кима на пост руководитель партийной организации города Москвы. Что же касается наших дальнейших действий и политических амбиций, то нам не нужны никакие глобальные проекты и программы. Наш главный лозунг – мы меняем мир. Нам достаточно одного тезиса для выражения всей нашей программы и политики. Мы не стремимся распилить бюджет. Наши задачи являются справедливые перераспределения имеющихся средств, их рациональное использование и забота об окружающих. А самое главное – это изменение системы ценностей и отношений к материальным благам. От всей души хочу поздравить вас с созданием первичной партийной организации на территории города Москва. С верой в наши возможности Александр Павлов. Спасибо большое Александру Колбасову за поддержку, за доверие такое большое. Но я хочу сказать, что самотвода у меня нет. Но я сейчас считаю, что нужно поступить к премиям. Может быть будут другие кандидатуры. И давайте обсудим эти кандидатуры. Потому что я считаю, что должность председателя – это очень ответственное место. И никаких денег оно не сулит, только огромная работа. Поэтому если готов и есть такой кандидат, допустим, я предлагал майору Юрию, он мне даст не соврать, буквально на днях я ему предлагал, быть лидером в Московской лечейке. Я бы хотел сказать, что в любом случае лидером лечейки я не смог бы находиться, потому что я не являюсь гражданином Российской Федерации. Но в системе МММ, участвую с самого первого дня, как в 2011 году Сергей Патянович заявил о том, что система будет работать. Действия Андрея Кима мне известны не понаслышке. Но лично познакомился я с ним совершенно недавно. И могу сказать, что человек ответственный за те решения, которые принимает, и за те слова, которые говорит. Поэтому я поддерживаю то, что Андрей стал председателем той ячейки, которая создается сейчас в городе Москва и политической партии, предполагаемым названием партия МММ. Спасибо. Давайте сейчас поднимем руки, кто хочет написать заявление о выступлении партнера. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, ноль. Тринадцать, четырнадцать. Ты на себя воздержался. Ну, дальше у нас, значит, кто воздерживается, тот... Сейчас еще можно, сейчас появится, вот мы просто начали очень рады, сейчас еще подъедут. Кто, значит, поднял руки, вот сейчас получает заявление, которое я прошу сейчас заполнить. Согласно этих заявлениям, потом будет заполнен регистрационный лист. Давайте сейчас поднимем. Да, давайте поднимем. Да, давайте поднимем. Да, давайте поднимем. Убор у нас состоялся. Ребята, собирайтесь выступать, выступать. Значит, организатор всего этого мероприятия, Муратов Алексей, бывший депутат от Единой России, который, кто слышал, громкое заявление сделал, написал о выходе из партии в связи с вступлением в НМО. Так вот, он сейчас во всем мире, в каждой стране организовывает политические партии с предварительное название политической партии НММ, вот, в том числе и в России. Значит, 16 сентября в Курске будет проходить учредительное собрание, а для официальной регистрации партии необходимо 500 участников провести учредительное собрание и отделение в региональных отделениях. В 42 сентября в Российской Федерации нужно провести аналогичные собрания. Соответственно, координационный центр Муратова в Курске работает уже. Вот, это одно из собраний, на котором будет выбран председатель, секретарь первичной организации и выбраны два делегата, которые поедут на Курск официальные лица от Москвы. Ну, в принципе, кто захочет в Курск еще поехать, дополнительно, пожалуйста, отклоняйтесь. Значит, для того, чтобы вступить в партию и, значит, нужно написать заявление, если вы готовы, так осторонно, я написать заявление, пожалуйста. Да, конечно. Кстати, в московском отделе вы выбрали? Обязательно, обязательно. Я думаю, что где-нибудь раз в неделю, может, два раза в неделю будем проводить собрания. Будем собрания. И вот сейчас, значит, готовится устав, программа и так далее, все, что касается партии. Муратов он готовится с юристами, с координационным советом. Потом он будет одобрен у Сергея Пателеевича. И после этого, значит, мы будем уже конкретно ознакомиться со всеми основными документами и действовать согласно плану и программе, составлять свою программу именно московскую. Хотелось бы еще все знать, что вот эта идея, да, которая вообще здесь собрались, и мы вообще, знаете, это свобода передвижения денег между людьми, да, то есть ту свободу, которую мы внесем в мир, да, точку, хотим добиться, да, ну, что нас вообще объединило, когда мы собрались, в итоге может привести к тому, что если в нескольких странах, в каких-то государствах создадутся такие же партии, да, объединенные одной идеи, да, то на базе этих, партий безобразования из разных стран, то, чтобы генеральная сабель и ООН находиться там в качестве наблюдателей. Идея МММ, она все-таки может изменить мир, да, мы не просто так этот город, все спормируем, да, и деплорируем. Все это делается не просто так, мы действительно меняем мир. То есть то, во что мы поверим, участие в этом во всем, как у вас, не перспективно. В любом случае мы должны заявлять о себе как о политической сети, не только там в России, да, Украина, Амбия, Россия. Так, ну, один пункт у нас нашелся, значит, ну, какие будут еще распрения и будут ли еще кандидаты по председательству первичной ячейки? Есть кандидаты? Кто-то может предложить еще? Я хотел предложить, собственно, выбрать секретарем председателя нашей ячейки Москвы и Московской области, который на сегодняшний день здесь создается, Андрея Кима, личность, так скажем, всем известная, доверие, я надеюсь, есть у всех. То есть предлагаю проголосовать, кто за единогласный, практически. Нет, ну, все-таки я спросил, против, воздержались. Есть, есть, против, воздержались. Нет. Знаешь, единогласный. Так, спасибо. Значит, я постараюсь все ваши доверия опоздать и честно, честно и упорно трудиться на этом месте. Готов всем помогать, готов, ну, в общем, ребят, вы вместе. Советайте. Мы можем помочь. Так, значит, по повестке дня у нас еще, значит, остается выбрать двух официальных делегатов в Курске. Какие будут предложения? Ну, собственно, я как руководитель созданного недавно объединения руководителей Москвы, я предлагаю себя. Ну, хорошо, давайте так, у нас самовыдвижение, по-моему, что-то делать. Да, здесь как-то тоже будет самовыдвижение, да, то есть для чего, что это будет за собрать, как я могу объяснить. Это будет, мы сейчас сегодня должны выбрать тех, кто, кого бы мы посчитаем достойными, представить нас как город Москву. Да, у нас вот есть председатель Андрей, и сейчас нужны делегаты, которые приедут на съезд, соберутся вместе с делегатами из еще 42 субъектов федерации и вместе уже могут принять решение там о создании этой партии. Нет, приедут могут все желающие, да, мы сейчас должны вот все вместе собраться, да, и выбрать двух, кто будет официальными представителями, вот нас, как сторонников вот этой создаваемой партии. Мы собрались здесь как сторонники партии, но более чем. Поэтому мы должны вот сейчас какие-то формальные должности для себя назначить, да, чтобы соблюсти те процедуры, которые законам приписывают. Ну да, это я уже... Так, ну, есть еще? Кто хочет? Ну, вот, а... Я, к сожалению, в политической деятельности, ну, никак не могу принимать. Очень чайно. Потому что являются там другой партией, оппозиционной... Я вот предлагаю, значит, официальным делегатам еще назначить Андреем Харьковым. А вернее, не назначить, а предлагаю его кандидатуру, потому что я Андрея знаю давно, он тоже во всех митингах, конференциях, прямых трансляциях и так далее участвовал. Остальных ребят я предлагаю в своей команде. Я сам официально в делегатах не буду, но мы, да, соберемся вместе и поедем в делегацию. Я предлагаю так, потому что... Хорошо? Так, итак, у нас две кандидатуры. Ганя? Гуннер. Гуннер. Кто за Гуннера? Голосуем. Кто за... Ну, едино-классно. За Андреева Харькова. Все, едино-классно. Себя на пробежь. Вы молодцы. Давайте друг друга поподробуем тем, что просто есть сила, духа, вот эта вот возможность идти вперед. Приезжай с разных городов, с разных стран. Главное, чтобы собираться, мы можем много. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ